Здравствуйте, меня зовут Георгий, как уже сказал Илья. Ты можешь подвижить, если хочешь? Мне очень приятно выступать на схемотехнике, которую я воспринимаю как самое регулярное мероприятие в геоинформационных системах комьюнити, которая еще имеет историю продолжения мини-конференции, которую мы когда-то организовывали вместе с Ильей. Это было в 2009-2011 годах. И была тогда сделана попытка собрать вместе российское комьюнити OpenStreetMap Российское комьюнити OpenStreetMap и GIS-комьюнити, которое было представлено тогда на ресурсе GISlab.info, которое основал Максим, который тоже тут присутствует и будет выступать. Это имеет историческую подоплеку, кому интересно. Ну а сейчас вернемся к нашим дням. Мой доклад посвящен теме «Кризисное картирование», которое имеет более устойчивое выражение в английской терминологии, называется emergency mapping. «Кризисное картирование» и явление, которое появилось на фоне в общественном сознании, на фоне всяких чрезвычайных ситуаций, на самом деле имеет проекцию на большое количество приложений в сфере мониторинга. Я расскажу, поэтому, как мы связываем мониторинг, то есть получение оперативных данных в окружающей среде, и вот это так называемое «Кризисное картирование», как мы его связали в нашем таком исследовательском проекте в скалтехе. Аналитика данных оперативная, она имеет некоторую особенность, связанную с тем, что данные нужно проанализировать в кратчайшие сроки, и для нашего исследования мы взяли задачу, которая связана с детектированием разрушенных зданий в районах Берстрии. В нашем случае это были пожары, там из HTTPS не показывается этим. Вот мы видим медиапубликации, которые были сделаны по калифорнийским пожарам. И время публикации карт внутри этих статей. Одна статья «Лос-Анджелес Тайм», другая статья «Нью-Йорк Таймс», и обе статьи вышли сначала в виде текста, а потом туда добавились карты спустя где-то неделю, сделанные журналистами этих редакций вручную по открытым данным спутниковой съемки, выложенным в открытый доступ компаниями, которые снимали эти районы. Это как предисловие такое. Потом я к этому вернусь и покажу, как эта проблема еще может... какое она имеет отражение, и как... что мы предлагаем для ускорения подготовки таких данных. Вот коротко про историю кризисного картирования в проекции на спутниковые данные, на мониторинг. В 2010 году на фоне большого масштабного землетрясения в Гаити, когда было разрушено там несколько сотен тысяч строений, было... организовалась комьюнити, которая называется комьюнити, которая называется комьюнити-дабилом стрит-мапп-тинг. Это волонтеры, картографы, которые собираются в режиме некоторых акций. Эти акции запускаются самими волонтерами на фоне каких-то событий. Волонтеры используют спутниковые снимки, доступные в открытом доступе, и создают по ним карты местности, используя инструменты опыт стрит-мапп и инструменты, разработанные тоже волонтерами этого комьюнити. В 2011 году запустился проект, который называется TomNode. Это тоже крауссорсинговый проект, который через некоторое время был куплен компанией DigitalGolf, крупнейшим поставщиком спутниковой съемки на рынке. Этот проект представляет собой тоже крауссорсинговый сервис, который позволяет по шагам картировать информацию на основе спутниковых снимков компании DigitalGolf. И в качестве примера тоже такой официальной общественной организации Space Disaster Charter – это международная хартия, которая активирует поставщиков спутниковой информации, съемки со спутников, в случае каких-то масштабных ЧАЭС, предоставлять эту информацию в открытом доступе. Дальше этой информацией используется организацией объединенных наций, может использоваться правительствами стран, которые входят в эту организацию общественную и так далее. То есть это не крауссорсинговый проект, он просто такой общественно-государственный. После этого стоит сказать, что кризисное картирование базируется на двух вещах, как я его понимаю. Это когда есть инструменты GIS, с помощью которых, собственно, оцифровывать спутниковую съемку, и когда есть оперативная съемка. Важно, что она именно оперативная, потому что иначе такая технология имеет мало чего полезного. Вот пример, как готовятся карты для полевых выездов. Это тоже часть работы с информацией, которая может быть названа кризисным картированием. Например, для выездов на местность волонтеры Лиза Алерт, организации, которая находит пропавших людей, особенно если выезды осуществляются в какую-то лесную местность, происходят поиски в поле, в лесу, то готовятся оперативным образом, собираются материалы для ориентирования на местности. Как правило, это карты, спутниковый снимок, разметка этого снимка на квадраты для ориентировки на местности. Выглядит это, например, следующим образом. Сначала используется, просто приведу для информации тех, кому интересно, какие обычные инструменты используются в этих случаях. Используется SAS планета картографами Лиза Алерт или картографами Гринпис, с которыми я немножко работал вместе. Для того, чтобы скачать данные из интернета, спутниковые снимки или карты, например, Генштаба, которые по-прежнему остаются каким-то таким мастхэв-материалом для ориентировки на местности. Потом в приложении наносится координатная сетка на эти материалы. После этого делаются распечатки, такие ориентировки на местности с помощью нарезки на листы или с помощью какой-то сшивки на местность, на которой проводятся поиски или проводится операция. И также заливается в навигаторы. В навигаторах, как правило, используются гарминовские навигаторы, скачиваются, соответственно, данные в формате КМЗ и загружаются в гарминовские навигаторы, которые их поддерживают. После этого вы, когда ориентируетесь и координируетесь друг с другом на местности, вы говорите, в каком квадрате вы находитесь. Вот это типичный воркфлоу такой по подготовке материалов к выезду. После этого эти материалы, как правило, складываются в какую-то папочку на сервере, там валяются, никакой систематизации с ними не проводится, никакого каталога поиска по этим материалам нет. Часто они теряются, потом снова делаются по поводу очередного выезда. Но иногда были какие-то попытки привести в более системную работу. Но, так сказать, чтобы это дошло до какого-то фреймворка, такого не было. Вот пример такой карты на какую-то территорию. Проблема одна, что не существует краудсорсинговой онлайн-платформы, которая бы подходила именно для кризисного картирования. То есть все платформы, которые есть, они все привязаны к акциям, к компаниям. То есть для того, чтобы платформа сработала, краудсорсинговая, действительно, чтобы появились материалы, оперативный анализ обстановки на местах, например, анализ разрушения, анализ затоплений, анализ просто актуальной карты местности на территории, на которой проводятся поиски или какая-то специальная операция, то для краудсорсинговой платформы нужна активность, нужна волна. Эту волну нужно каким-то образом создать. Как правило, это масштабные события, масштабные ЧАЭС. Они сами по себе генерят такую волну внимания. Но проблема в том, что кризисные ситуации бывают совершенно разного масштаба. Поэтому картографы Лиза Алерт, они, соответственно, к краудсорсингу не прибегают. У них есть какие-то просто внутри сообщества волонтеры, которые адресовывают и актуализируют материалы по ориентировке. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что время подготовки данных ручное, оно довольно значительное. Даже в ситуациях, когда волна внимания общественного к проблеме достаточно высока. Вот анализ территории, в которой произошло землетрясение в Непале, большие разрушения, события, которые привлекло к себе массу внимания в информационных ресурсах, в СНИ. Тем не менее, мы видим, что по графику, что материалы на весности сообществом химмунитарного средмапа ТИМ, они актуализировались и создавались в течение месяца примерно после катастрофы. Там было оцифровано достаточно большое количество объектов, там около 200 тысяч зданий, я не знаю, за этот ли период, или была ли почти голая местность, или было уже на основе чего производить кортирование. Но, тем не менее, все равно такая работа потребовала достаточно долгое время, около месяца. Вот. Об этом тоже хочется сказать как о проблеме. Если, говоря про первую проблему, про то, что онлайн-платформы, они не совсем удовлетворяют критерием кризисного кортирования, эта проблема решается, и она постоянно появляется. Новые платформы, вот те, которые я привел, есть, кроме них, там есть организация, есть ООН, у которой есть специальный проект, который занимается именно созданием оперативных карт, и у насад он называется. И появляются новые платформы, но у каждой из них есть какая-то проблема. Да, вот, перечислены проблемы, а перечислены примеры таких фреймворков, которые сейчас используются. Первый, на котором я сакцетировал внимание, это вход. Второй, не знаю почему, может, я не совсем корректно тут привел к кемапе, она никогда фреймворком не была для именно кризисного кортирования, я просто хотел ее привести как некий кратсорсинговый справочник, с которым можно выдавить полезную информацию, но не более того. Вот, а Google Crisis Response, это проект очень крутой, но являющийся просто агрегатом информации, то есть там нельзя, наоборот, запустить как бы в компанию и производить какие-то данные с помощью инструментов этого проекта. А вторая проблема, которой я, собственно, которой я перехожу как к кейсу, это проблема времени подготовки данных. И вот в Скалтехе, здесь, кстати, мои коллеги из инженерной группы, которых я рад видеть, мы сделали проект, который ставил своей целью исследование применения технологий машинного обучения, машинного зрения к картированию разрушений по спутниковым снимкам. Значит, что нами было сделано? Был выбран кейс. Вот, возвращаясь к началу презентации, помните вот эти вот публикации в медиа по калифорнийским пожарам, которые там принесли убытку на пару миллиардов и разрушено было несколько тысяч строений. Мы взяли территории, на которой пострадали от этих пожаров. Это две местности в Калифорнии. Одна называется Вентура, другая называется Санто-Роза. Одна местность с нами была взята как полигон для обучения технологий машинного зрения и дектирования, а вторая территория была взята как тест для проверки этой модели на новой местности. Нас интересовали вот такие разрушения, которые показаны на картинке. до и после. Здесь на карте показаны территории, которые мы взяли. Одна территория поменьше, другая территория побольше. Ну, в общем, они в целом похожи. Но есть разница. Об этом скажу. Workflow, который мы спроектировали, который мы придумали, применили, он выглядит следующим образом. Сначала на уровне подготовки данных. Мы определили территории, после этого мы определили их отчасти руководствуясь соображением, что на эти территории доступны спутниковые снимки под открытой лицензией, позволяющей любое их использование с некоммерческими целями. Компания Digital Goat с высоким разрешением, 0,5 метра на пиксел. Единственный их недостаток, то, что вообще спутниковая съемка, она мультиспектральная, и в ней содержится больше информации, если представлены много каналов спутниковой съемки. А там, вот, в этом ресурсе, там вкладываются три канала, только три оптических канала. Вот такой источник информации. Соответственно, потом мы выбрали GIS-инструменты для создания обучающих данных, то есть для проведения обучающей разметки на территорию. В данном случае нас интересовали сгоревшие домики. Мы взяли вариант, что использовать. Мы взяли OpenStreetMap редактор, который называется ID, и прямо в нем закартировали разрушенные домики и целые домики на первый интересующий нас район, который мы взяли как обучающий район. Как референсный район. Так выглядит редактор ID. Кто в нем работал, прекрасно его знает. Соответственно, там по этим территориям было очень мало откартировано строений, а заодно мы законтрибьютили немножко строений базы OpenStreetMap. После этого мы получили вот на нашу референсную территорию мы получили такую разметку, которая включала в себя несколько сотен объектов, около тысяч. вот этого нам показалось достаточно для нашей базовой модели. Синим цветом отмечены целые дома, которые остались целые, красные, которые страдали, были разрушены. Теперь перехожу к разработке модели. Мы столкнулись со следующими сложностями при разработке, которые, в общем, достаточно неизбежны при работе со спутниковыми снимками. Это сдвиги привязки изображений. Ну, у нас не было какой-то прямо большой обучающей базы, мы сделали ее сами вручную, поэтому она, в общем, довольно ограниченная. И те территории, которые мы брали для обучения, для предсказания, они различаются. Вы видите территории, видно, что, в общем, они разные, да, хотя они находятся в очень близких районах, но, тем не менее, типы застройки там немножко разные. Дома построены с разной близостью друг к другу. Там как-то вот на левом снимке, по-моему, это Санта-Роза, а на правом Вентуя. Но это не очень важно. После этого была подготовлена нейросеть, которая обрабатывала сразу два изображения. Два трехканальных изображения. Оказалось, что нейросети все предобученные, которые там можно найти, они все как раз научены на RGB-изображениях. И не особенно-то и обучались, вообще тренировались на мультиспектральных изображениях. Ну, типичный пример такой базы изображений для обучения – это библиотека ImageNet, которая доступна всем желающим. создавалась она усилиями нескольких американских вузов, Принстона, Горнелла, кто еще. Она включает в себя достаточно большой набор именно фотографий. В случае, когда мы имеем дело со спутниковыми снимками, ничего каких-то обучающих библиотек нет. После этого модель была применена… А, да, модель была… Вот вы видите, в принципе, достаточно хороший был полученный результат. Даже можно так визуально его оценить. Метрики я не могу привести толком. Но это сейчас на самом деле не важно. А потом была применена модель на новую территорию, которую мы… Это уже кейс для того, чтобы использовать автоматизацию распознавания разрушенных изображений для, например, оперативного анализа последствий ущерба, связанного с таким стихийным бедствием. То есть у вас, к вам приходят снимки на местность, оперативная съемка, и вам нужно в считанные минуты после событий оценить последствия. Сколько домов разрушено, какой потенциальный ущерб, где завалы, куда могут должны проехать спасатели и так далее. И вот нам было важно, как модель отработает на новой территории. Оказалось, что территория все-таки другая, и поэтому первый результат нас не устроил. Потом мы провели так называемый файн-тюн по новой территории, то есть разметили небольшое количество строений именно по этой уже новой территории. Эта разметка заняла у нас один час работы, то есть все-таки маленькое время. Было размечено порядка сотни объектов. И этого оказалось достаточно, чтобы вот эта уже предопущенная модель, она дала похожий результат по качеству на новой территории. В данном случае это была территория Санта-Роза. После этого она была взята, эта территория тоже были взяты изображения до и после событий, представленные вот в этих открытых данных Digital Go, и получен результат. Какие вопросы, которые я бы хотел озвучить, вот для тех, кого эта тема заинтересовала? И кого интересует машин, дистанционное зондирование? Как эти вещи могут быть связаны в будущем? Значит, связь в будущем, которую мы предлагаем, она вот имеет проекцию на тематику кризисного картира. То есть применение машинных методов для повышения оперативности оценки последствий стихийных без. Это вот одна из проекций, одно из приложений. С чем мы имеем дело? С тем, что нету предобученных моделей на мультиспектральных данных, как я сказал, не хватает обучающих данных по анализу изменений, даже по паре событий, до и после какого-то события. По паре изображений, до и после события. Не говоря о каких-то временных сериях, как коллега из Хабидатума говорила о том, что нужно явление анализировать в динамике. Но вот мы имеем дело с тем, что таких данных очень мало. Они теоретически есть, в городской среде они и существуют, а вот в области съемки и мониторинга дистанционных методов зондирования их почти нет. То есть их надо создавать. Надо такие данные создавать, как некоторую обучающую библиотеку. Ну и, как я уже сказал, есть некоторые проблемы у нас с пониманием, куда вот эти автоматизированные технологии применить как компоненту фреймворка, как компоненту бизнес-процесса принятия решений. Этого пока, прямо скажем, нет. Результаты работы. Мы выбрали тему крестного кортирования для применения этих технологий, этих методов. Мы начали работу над созданием обучающей библиотеки типа ImageNet, но только по дистанционному зондированию. И мы выложили результаты, открытый доступ на GitHub, доступный вот по этой ссылочке, которая написана. Там выложена обучающая модель, базовая модель, которая была создана, и обучающий датасет для использования этой модели. Разумеется, он пригоден именно для этого кейса, для этой модели. Но мы надеемся, что в рамках второго пункта, создания, так скажем, библиотеки, мы охватим гораздо большее число кейсов и приложений. Спасибо вам за внимание. Еще раз ссылочка. И мой. И мэйл. А, остальное. Если есть вопросы, то рад. Можно? У меня есть набор вопросов. И первый, как ты сам считаешь, этот проект, он закончился больше успехом, который очень провал. Я считаю, что просто у него еще нету таких как бы вау-результатов каких-то, но у него есть практическое применение, и будем рады, если удастся сконтачиться с его металлиного по средмаптим, например, может быть, с кем-то из нашего сообщества по средмапщиков, потому что было бы интересно это опробовать в каких-то не в виде научной статьи, не в виде научного эксперимента, а в виде какой-то работы. Тогда у этого проекта будут более такие масштабные результаты, если он будет применен в рамках какого-то workflow. Про это я и сказал, что у нас пока нету понимания, где, с кем сотрудничать в этом направлении. Понятно. Смотри, мне очень понравилась тема с автоматическим распознаванием спутанных симков, при этом без переградки к конкретным объектам. То есть больше изменений на снимках будет очень неносящих. Этой темой, кажется, не очень много занимались. Что меня немного забило с толку в втором докладе, это неожиданный переход. потому что в начале доклада ты говоришь о недостатках современных служб визитетный респонс, визитно-контирование. Это недостаточная оперативность, целый месяц наконтирование и все такое. И то, что нужно подавать заявку, начинать активацию, иначе сложно набрать людей. А дальше ты рассказываешь про распознавание изменений нейросетчиков. И кажется, что все недостатки, которые ты говорила до этого, применимы нейросетчикам в двойном размере. Потому что чтобы натренировать сеть, нужно нарисовать минимум тысячу других. И хорошо бы это нужно было сделать в одном месте, и потом работал по всему миру. Но мы знаем, что это не так, что все снимки различаются по цветам, по детальности, по углу. То есть каждый раз нужно делать заново. Это хороший вопрос. Поэтому тренировать эту сеть могут только специально обученные люди. То есть тоже нужно свою активацию делать. И еще не важно что за модой. То есть нужно несколько подходов подключить параметры. И получается что примерно те же самые недостатки. Первый способ что вы можете это делать. А так вообще недостатки они как правило общие. Это знаешь как начинается все счастливые семьи счастливы одинаково. Но понимаешь здесь идея в том что если у нас есть некоторая разметка по разным территориям. У нас уже есть обучающие базы. дальше мы да действительно мы не знаем где произойдет следующий дизастр. но если мы предполагаем что наша модель сработает даже с файн тюнингом то есть с небольшим количеством разметки это все равно может дать существенную экономию во времени существенно снизить время трудозатрат по сравнению с тем как если бы вся эта территория картировалась вручную. По крайней мере это может дать автоматическую разметку для картографов. то есть это дальше может быть вручную валидировано и улучшено. Возможно что такой workflow мог бы стать следующей версией кризисного картирования. Потому что постепенно мы будем накапливать опыт мы будем накапливать разные территории в такой базе разметки и это должно дать свой эффект накопленный. идея в этом. То есть мы попробовали разные территории на самом деле. Да они в одном регионе но они уже оказались разные. Мы поняли что все равно у нас в первом случае мы там оцифровали тысячу объектов в втором случае мы оцифровали на порядок меньше. А результаты получили схожие. Вот ну это конечно то что ты говоришь это возражение которое нужно проверять на опыте на практике поэтому нам нужно дальше применять эту модель внутри какого-то workflow мы хотели попробовать заинтересовать этим методом тех кто работает с созданием цифровых карт на территории в оперативном режиме то есть это те организации которые я упоминал оттен 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 Продолжение следует...